МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». И сегодня в нашей скорой телевизионной помощи целых два дежурных врача. Это Альберт Новосардян, руководитель Самарского областного центра нефрологии и диализа больницы Середавина, и Наталья Благовещенская, главный нефролог Иркутской области. И я бы, наверное, могла сказать нашим зрителям, что Наталья Владимировна приехала специально для участия в нашей программе. На самом деле это неправда. Для чего и с какой целью? Наверное, вот сейчас с этого как раз и начнем программу. Зрителям только скажу, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Телефон 202-11-22. Сегодня мы говорим о болезнях почках. И вы можете звонить в студию и задавать свои вопросы. Итак, Наталья Владимировна, я знаю, что вы приехали перенимать опыт в Самарскую область, в наш диализный центр. А почему? Ну, вы знаете, ситуация такова, что все развивается, появляются новые технологии. И докторам нашей больницы областной хочется оказывать помощь на более высоком уровне. И посетив конференцию по сосудистому доступу, которая состояла в сентябре этого года, услышав доклады Альберта Степановича, мы поразились возможностями такой структуры оказания нефрологической помощи в Самарской области. И напросились в гости, чтобы понять, как здесь все устроено изнутри, познакомиться и по возможности перенять этот замечательный опыт. Но вот вы сегодня целый день провели в центре. Он действительно замечательный, этот опыт? Что скажете первые впечатления? Очень все продумано, хорошо устроено. Действительно, пациенты получают качественную помощь в очень адекватных условиях. Ну и что немаловажно, персонал работает тоже в качественных, хороших условиях. Поэтому нам бы хотелось, чтобы у нас такая возможность тоже появилась для наших пациентов. И мы рады, что нас здесь приняли. И благодарим Альберта Степановича за такую возможность нас принять и все нам передать, рассказать честно. Вот. И я надеюсь, что мы не первый раз приезжаем и не последний раз приезжаем. Ну, в смысле первый, но не последний. Поэтому я думаю, что мы будем дружить, так скажем, между собой. Ну, а в качестве взаимности, я надеюсь, вы сегодня какую-то информацию важную для наших зрителей и еще тоже поможете Альберту Степановичу донести. Я постараюсь. Еще раз, 202-11-22, телефон прямого эфира. Мы сегодня будем говорить главным образом о гемодиализе и что это такое. Вот, собственно, сейчас как раз и узнаем. Альберт Степанович, я думаю, время не так много в программе. У нас два шикарных специалиста в области диализа и нефрологии. Поэтому без разминки, без выхода из-за печки, да, давайте как-то сразу. Ну, прежде всего, все-таки, что должно произойти с почкой, с почками, чтобы они перестали работать? Ну, причины развития хронической болезни почек достаточно, они разные, многогранные. Вот, но на сегодняшний день на первое место выходят заболевания сердца и сосудов, артериальная гипертензия, сахарный диабет. Это первично. Это на сегодняшний день наиболее важный, как бы, вот, логический низ, который приводит к развитию хронической болезни почек. Ну, и, естественно, заболевания почек, которые, в общем-то, хронический гламерный нефрит и интерсоциальный нефрит и другие заболевания непосредственно самих почек, они где-то примерно 25% в структуре развития хронической болезни почек. Но в любом случае главной опасностью остается ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия и сахарный диабет. У нас в структуре пациентов на гемодиализе на сегодняшний день около 30 пациентов, это с сахарным диабетом, и около 40% пациентов приходят в результате вот заболеваний сердца и сосудов. Ну, смотрите, понятно же, что человек не враг себе, и если что-то заболело, он начинает лечиться. Ну, так должно быть, да? Почему уже очень часто человек приходит к доктору уже, когда, в общем-то, поздно пить боржоми, извините за это? Здесь надо сказать, что заболевания почек, именно хроническая болезнь почек, на начальных стадиях они проходят без симптомов. То есть, первое лечение основного заболевания, добиваясь видимого эффекта, применяя препараты, в том числе нестероидные, допустим, противовоспалительные препараты, мы в любом случае наносим почкам вред. Кстати, вот нестероидные противовоспалительные препараты, это отдельная тема, их бесконтрольный прием тоже может приводить, банальный анальгин, темполгин, все остальные, а это тоже может приводить… То есть, заболела голова, человек сам себе выбирает, чтобы принять, да? Да, и вот этот систематический прием тех же препаратов, соответственно, бесконтрольный дома, без назначения доктора, он тоже может привести, соответственно, к развитию хронической болезни почек. Затем запускается целый каскад патологических изменений, нарушается фильтрационная функция почек, развивается водно-электролитный дисбаланс, гуморальный дисбаланс, и, в общем-то, и дальше все приходит к закономерному финалу. Если почки уже отказали, то что, все, у человека нет будущего, ему не к чему готовиться, в общем, все безнадежно. Ну, далее это уже вступает в свои права заместительная почечная терапия, то есть, есть три вида заместительной почечной терапии. То есть, когда функцию собственных почек пациента выполняет различные методы. Первый метод – это заместительная почечная терапия, это гемодиализ, то есть, функцию почек собственных выполняет аппарат «Искусственная почка», проводится это в специализированных центрах. Пациент приезжает туда, как правило, это минимальная доза, это три раза в неделю по четыре часа, подключается к аппарату, идет очищение крови от шлаков, через четыре часа этот процесс завершается, пациент отключается от аппарата и, собственно говоря, едет домой. И так до следующего сеанса. То есть, это пожизненная терапия, вот сколько человек живет, сколько ему отпущено, столько он получает подобное лечение. Второй метод – это перитениальный диализ. Это заместительная почечная терапия, домашняя, так скажем, да, то есть, домашний диализ. Здесь, так скажем, в роли диализирующего момента, то есть, если аппарат «Искусственной почки» используется, так называемый диализатор, то есть, мембрана, через которую идет фильтр крови и очищается от шлаков, здесь в качестве вот этой очищающей мембраны выступает, собственно, брюшина человека, своя собственная брюшина. То есть, брюшную полость хирургическим путем имплантируется специальный катетер, через который заливается раствор определенной концентрации, и в него по градиенту концентрации выводятся шлаки, в организм поступают питательные вещества, и вот таким образом человек четыре раза в день производит обмены, то есть, заливается жидкость, через шесть часов сливается. Это более физиологичный метод, поскольку делается он четыре раза в день, а не три раза в неделю, вот, позволяет сохранить остаточную функцию почек, и самый благоприятный метод – перед трансплантацией почки. Ну, и третий вид – это трансплантация почки, то есть, это оперативное лечение, когда производится хирургическим путем, оперируется человек, и донорский орган, значит, хирургическим путем пациенту пересаживается. Есть родственная трансплантация, есть трупная трансплантация, то есть, когда донором в случае родственная трансплантация выступает родной человек, это может быть сестра, брат, родители. То есть, добровольно отдается. Да, добровольно, да. Вот, и, собственно говоря, то есть, любая степень родства, доказанная пациентом. И второй вариант – это донорская почка от трупного донора, ну, здесь уже, так скажем, другая история. Вот, самое главное при родственной трансплантации, что родственник, который добровольно хочет помочь своему родному, больному человеку, значит, он обследуется полностью, да, чтобы не нанести вред здоровью в случае забора одной почки, соответственно, обследуется с ног до головы, и выясняются противопоказания, или наоборот, устанавливается, что человеку вреда не принесет эта операция, удаление одной почки, соответственно, вот проводится такая операция. А отказывают, как правило, сразу обе? Нет, нет. Этот процесс постепенный, он измеряется, эта функция почек может контролироваться, так называемая измеряется, рассчитывается скорость клубочковой фильтрации, вот, и если этап, это развитие хронической болезни почек идет поэтапно, и здесь вот важно обратить внимание на то, что у вас что-то не так, и вовремя сделать всего лишь один единственный анализ, скрининговый анализ, это уровень креатинина крови, вот, и если он повышен, надо обязательно обратиться, соответственно, к нефрологу, вот, в принципе, это и работа участкового терапевта, мы на это тоже внимания коллег обращаем, если у пациента есть немотивированная аномия, аномия, если у пациента есть немотивированное повышение давления, непонятно какого происхождения, да, если пациенту старше 60 лет, вот, если у пациента есть онкологическое заболевание, пусть даже пролечное, он подвергался каким-то агрессивным методам лечения, если у пациента есть сахарный диабет, то хотя бы вот эти, соответственно, пять показаний необходимо сделать анализ креативного крови. А вообще как часто этот анализ вы бы порекомендовали? Ну, как минимум, вот, если у пациента есть показания, как минимум раз в полгода надо его контролировать. А дальше это по показаниям, как назначат врач-терапевт, лечащий врач, это уже конкретно с ним вырабатывается. Если бы опоздали к началу программы, скажу, что сегодня в нашей студии Альберт Новосардян, руководитель Самарского областного центра нефрологии и диализа больницы Середавина, и Наталья Благовещенская, главный нефролог Иркутской области, а говорим мы сегодня о том, что делать и как же жить, если хроническая болезнь почек перешла уже в терминальную... Терминальную стадию, да. 202-11-22, телефон в нашей студии, можете звонить и задавать свои вопросы. Альберт Степанович, я знаю, что вы, ну, если не отец, то один из отцов диализа в Самарской области... Нет, ну так не надо говорить, у нас... Ну, один из, да, давайте так будем говорить, но совершенно точно, что вы об этом говорили давно и сделали много для того, чтобы этот центр сегодня и работал. Стало быть, вы знаете про него все, поэтому... Ну, на самом деле, я пришел в диализ работы в 2005 году, вот, и диализ появился не в 2005 году, у нас были блестящие доктора, и сейчас они работают, такие, как Юрий Алексеевич Зернов, вот он сейчас ушел, но это вот действительно вот эти люди были, скажем так, родителями диализа, да, открывали первое отделение, доктор Ромашова в больнице Пирогова была заедущая реанимацией, там на базе делалась, и много других хороших докторов, которые действительно эту тему развивали. У нас до сих пор работает и Андрей Иванович Стрибков, первый заедущий отделением, один из первых заедущих отделений в областной больнице, Татьяна Федоровна Искорни, вот сегодня мы ее видели, дежурили, да, то есть она с 1982 года работает в диализе. Вот, что касается же центра самого... О центре, да, да. В общем-то, когда мы в 2005 году, с 2005 года начали заниматься этой проблемой, то мы поняли, что не надо это как бы переводить на немного другой уровень. Мы наметили для себя определенную программу по развитию там кадрового потенциала, по развитию технологий, по развитию, значит, соответственно, инфраструктуры, потому что без инфраструктуры мы тоже мало что можем сделать. Нельзя оказывать современную помощь медицинскую, находясь как бы в пределах там старых стен, на старом оборудовании и так далее, да. Вот, в общем-то, эти все вещи были проработаны, и, в общем-то, если еще в 2005 году была очередь на диализ, если вы такую проблему помните, да, то сейчас уже, начиная с 2008-2010 года, в Самарской области очередь на диализ была полностью ликвидирована. А сколько одновременно человек вот на сегодняшний день? На сегодняшний день на программном гемодиализе находится около 1100, нет, в области я скажу, около 1100 человек на программном гемодиализе находятся, и, значит, 130 человек на перитняльном диализе, и чуть больше 200 человек с пересаженной почкой, с трансплантерной почкой наблюдаются под наблюдением врачей-нефрологов. Ну, смотрите, это же количество, оно не уменьшается, ну, если только трансплантация, тогда да. А так, Наталья Владимировна сказала, что человек начал делать, он делает эту процедуру по жизни. Дело в том, что количество пациентов на заместительной почной терапии, если мы берем чистую статистику, у нас на сегодняшний день около 460 на миллион населения. В Москве и Питере сейчас где-то чуть больше 550, ближе к 600. В среднем по Европе этот показатель перевалил за тысячу на миллион населения. В Америке 2,5 тысячи, в Японии уже за 3 тысячи на миллион населения. И этот показатель впрямую коррелирует со средней продолжительностью жизни. Просто чем дольше средняя продолжительность жизни, соответственно, тем человек доживает до тех осложнений, в общем-то, к которым относятся и хронические болезни почек. И если мы планируем, что у нас средняя продолжительность жизни в стране будет увеличиваться, мы должны понимать всю структуру развития подобных последствий, как будто что это будет. И мы должны к этому готовиться и понимать. Другое дело, что мы должны пересмотреть свои подходы к этому вопросу. И если мы говорим, допустим, о заместительной почечной терапии, то упор надо делать как раз на трансплантацию почки. Вот здесь это нужно тоже понять, потому что если есть возможность трансплантировать почку пациенту, ее надо трансплантировать. Поэтому мы очень тесно работаем. У нас, к счастью, на сегодняшний день в области есть все три вида заместительной почечной терапии. У нас и программный гемодиализ, и причем у нас в области 12 центров, 5 в Самаре. Да, центр Самарской областной больницы самый крупный, он задается на сегодняшний день как бутон. Я согласен, да. Но есть еще там центры в железнодорожной больнице, в больнице Пирогова, в клиниках мед. университета и частный центр Фрезениус на 116-м километре. То есть это достаточно крупные медицинские организации. Три центра в Тольятти, центр, соответственно, есть в Сызрани, в Новокубежске. Поэтому, в принципе, обеспеченность сегодня инфраструктурой в области, она достаточная. Количество пациентов, да, оно будет увеличиваться. Но мы хотим, как бы вот, и у нас приезжал главный трансплантолог весной этого года, Министерство здравоохранения проводило совещание. Если, скажем так, в наиболее плане в продвинутых странах все-таки упор делается на трансплантацию, и структура пациента с трансплантированной почкой занимает примерно 45% среди всех пациентов на заместительной почечной терапии, у нас пока доминирует гемодиализ, программный гемодиализ. 75% это программный гемодиализ. Где-то 9% пациентов это, значит, на перетняльном диализе, а остальные с трансплантированной почкой. И вот наша задача сейчас как раз вот пациентов, которые молодые, относительно, скажем, относительно здоровые, да, которым не противопоказано оперативное лечение, все-таки вот убедить и пациентов, и дать возможность, чтобы это была выполнена трансплантация. А в этом случае пациент, во-первых, минимизируем количество осложнений, потому что все-таки гемодиализ это непростая процедура, и она влечет за собой тоже определенные последствия. А во-вторых, это чисто экономически дешевле, потому что если пациент на гемодиализе обходится примерно миллион рублей в год на пациента, это прямые затраты, без госпитализации даже, то пациент с трансплантированной почкой обходится в 300 тысяч, то есть в три раза дешевле. А давайте тогда все-таки про гемодиализ поговорим. Вот кто и при каких условиях назначает пациенту эту процедуру? Вот у нас на базе центра, я сейчас тогда два слова скажу про структуру центра, у нас есть, помимо отделения диализа, есть еще консультативно-диагностическое отделение нефрологии. Раньше у нас был просто врач-нефролог консультировал в поликлинике, потом мы поняли, что этого мало, как бы появилось два врача, потом три врача, поэтому мы это все объединили в отделение, и на сегодняшний день работает консультативно-диагностическое отделение. Четыре доктора. Прием нефрологически расписан очень плотно на три месяца вперед. И мы сейчас это понимаем, мы сейчас ищем еще как минимум двух докторов, чтобы еще увеличить возможности этого амбулаторного приема, потому что потребность, она возрастает. Здесь и то, что коллеги терапевты понимают, направляют на консультацию, но самое главное, что у нас вот в этом отделении находится порядка около 600 человек, которые с четвертой стадии хронической болезни почек, то есть при диализе, наблюдаются. То есть вот у них вовремя выявлена эта патология развития, и проводится так называемая нефропротективная терапия, то есть терапия направлена на защиту почек, на предотвращение прогрессирования хронической болезни почек. И вот эти доктора-нефрологи, которые в поликлинике, они наблюдают этих пациентов раз в три месяца или раз в месяц по показаниям, они приходят, сдают целый, в общем-то, ряд анализов, осматриваются врачом-нефрологом по показаниям, врачом-кардиологом или врачом-эндокринологом, им назначается, в общем-то, нефропротективная терапия, и вот они наблюдаются. Если будут показания, и функции почек все-таки будут ухудшаться, им будет вовремя назначена заместительная почечная терапия. Но, дай бог, мы очень стараемся тянуть как можно дольше, без диализа. Давайте мы, прежде чем расскажем все-таки зрителям, что это за процедура, посмотрим, как она проходит, побываем вместе в вашем центре. Для пациентки Натальи Шореновой процедура диализа жизненно необходима. Поэтому уже пять лет в Самарский областной центр нефрологии диализа она приезжает три раза в неделю. Сам процесс длится четыре часа. За это время можно почитать книгу, посмотреть фильм или даже немного поспать. Как отмечает Наталья, здесь стараются создать максимально возможный комфорт пациентам. Врачи здесь замечательные, персоналы и врачи, и медсестры здесь все прям очень замечательные, внимательные, вот, и с пониманием относятся ко всему. То есть я очень довольна здесь. Диализ нужен тем пациентам, чьи почки со своей работой не справляются. Продукты жизнедеятельности в таком случае выводят с помощью специальных аппаратов. Цель – поддержка баланса организма путем корректировки уровней различных токсических веществ в крови. В Самарском областном центре выполняют сразу три вида этой процедуры. Когда почка не работает, когда она утратила свою функцию основную, сопутствующую, тогда начинает диализ выполнять ее работу. То есть убирать лишнюю жидкость, убирать лишние электролиты, снижать шлаки. И таким образом мы пациенту поддерживаем жизнь. Самарский областной центр нефрологии диализа на базе областной больницы Середавин объединил в себе несколько отделений. В 2017 году у центра открылся новый корпус. Каждый этап строительства обсуждали с персоналом центра. Также это здание – один из первых успешных примеров государственно-частного партнерства в России, отмеченный ООН. Самое главное, они повышают, наверное, и доступность, и качество медицинской помощи. Они абсолютно выводят в другую роль формата общения. И мы понимаем, что здесь приоритеты не коммерческие составляющие, а приоритеты именно все-таки жизни и здоровья наших пациентов. Сейчас центр нефрологии диализа продолжает развиваться. Здесь могут принять до 326 пациентов. Прием ведут в три смены. Всего в центре работают 53 человека. Многие врачи имеют по две специальности, постоянно улучшают свои навыки и повышают квалификацию. Ожидается, что в перспективе здесь откроется и отделение по трансплантации почек. Мы возвращаемся в студию. Наталья Владимировна, эмоциональный вопрос вам все-таки задал к женщине. Я сама знаю людей и знаю, что многие пациенты, услышав вот такой диагноз и такое лечение, что предстоит гемодиализм, говорят, нет, лучше умереть, но только не это. На гемодиализм не пойду. Почему? Ну, конечно, это шок. Причем больше шок для молодых пациентов, даже дееспособных, работоспособных. Состояние свое они всячески маскируют различными объяснениями. То есть до последнего не верят, что вот такая ситуация случилась. Поэтому, безусловно, врач-нефролог, он еще не только врач-нефролог, но он еще и психотерапевт, по большому счету. Поэтому мы стараемся объяснять, объясняем пациентам. Если это необходимо, мы разговариваем с родственниками. Потому что вот сам факт признать, что ты все-таки являешься инвалидом и что ты пожизненно прикован к аппарату искусственной почки, ну, это нужно еще, конечно, принять. И объясняем, что все-таки диализ, понятно, качество жизни, оно меняется, безусловно, но это продолжение жизни. Потому что раньше, когда отсутствовала, в принципе, какая-то заместительная терапия почечная в России, соответственно, эти пациенты просто погибали в молодом возрасте. Сейчас это позволяет им жить, менять качество жизни. На сколько лет можно прожить дольше? Ну, по нашим данным, по Иркутской области, 20 лет на пациента на гемодиализе. Плюс дальше гемодиализ, это же можно рассматривать как промежуточный этап, потом идет трансплантация. Вот, может быть, возврат на диализ, да, по разным причинам, повторная трансплантация. То есть на этом мы не останавливаемся. Я правильно понимаю, что это безболезненная процедура? Или она все-таки приносит определенные страдания физические? Нет, здесь все индивидуально. Я единственное, по возрасту могу сказать, что у нас сейчас есть пациенты, которые находятся на диализе от 25 до 29 лет. Вот, то есть у нас сейчас в центре, они живут, они еще начинали на тех аппаратах, в общем-то, которые далеко, в общем-то, не как сейчас техника, которая есть. Она действительно очень интересная, очень сложная, и в то же время она достаточно эффективная. Что касается переносимости, процедура индивидуальная. И здесь как раз вопрос комплоентности, вопрос подхода врачей и нахождения как бы общего языка между пациентом и врачом, чтобы минимизировать вот эти, скажем так, дискомфортные ощущения, чтобы максимально получить эффект от проводимого лечения. Если человек ездит на эту процедуру три раза в неделю, то, в общем-то, легко предположить, что, ну, это же нужен доступ в кровеносную систему, правильно? Да, для этого у нас специально, вот мы здесь как раз... А вена, вот меня интересует, три раза в неделю, она же тонкая, уязвимая вена, что с этим? Как раз вот интерес коллег вызвало отделение фактически интервенционной нефрологии, одной из первых Российской Федерации, скажем так, мы сделали, которая занимается профессиональным вот этим сосудистым так называемым доступом. То есть это специальная артерия сшивается с веной, и вена под давлением артериальной крови раздувается, стенка немножко грубеет, ее можно пунктировать многократно. Существуют специальные технологии пункции, техники пункции, да, медсестры об этом прекрасно знают, врачи об этом прекрасно знают, для того, чтобы минимизировать осложнения, вот. Это, как бы, тоже одно из направлений, которым занимается наш центр. Причем мы работаем по области, делая в том числе сосудистый доступ и для других центров. Когда заканчивается ресурс собственных вен, в этом случае делается сосудистый доступ с применением синтетических протезов. И пунктируются уже синтетические протезы. В общем-то, здесь из любой ситуации есть выход, и здесь я еще раз подчеркну, важно, чтобы сам пациент и его родственники были настроены на позитив, и, в общем-то, находили общий язык с врачами центра. В этом случае очень много можно, многого добиться. И здесь вот не надо, как бы, вот, прятаться в этой ямке, да, здесь нужно проанализировать все возможности. Если вы относительно, еще раз говорю, молодой, относительно, там, возможности есть, надо нацеливаться на трансплантацию и делать это дело. Мы только здесь можем помочь, сориентировать, подсказать, вот. А при процедуре кемодиализа можно ли вообще жить как-то более-менее полноценно, рожать, путешествовать и так далее? Да, у нас достаточно много примеров, и в соседних регионах, когда пациенты на диализе, пациентки на диализе отказывались прорвать беременность, вот, за последние годы, несколько случаев, мы знаем, в Саратове проводили, и были успешные роды, и, соответственно, детей выращивали. Сейчас это уже не боятся, вот. Такие возможности, ну, опять же, здесь все решается индивидуально, потому что выносить ребенка, это, да. Что касается полноценной жизни, путешествовать, да, такая возможность тоже есть, у нас пациенты ездят и на, и за границу, и, соответственно, на берег Черного моря, там есть, соответственно, специальные, как бы, центры, которые принимают, так сказать, медицинский туризм в этой части, он, в общем-то, достаточно прогрессирует. И пациент, кстати, и на гемодиализе, и на перитняльном диализе. Мы организуем, мы созваниваемся с теми центрами, которые находятся в регионах, куда они собираются ехать. Да, мы даем информацию, мы договариваемся с докторами по графику, там, по необходимому расходному материалу, который должен быть приготовлен. В этом случае мы помогаем, естественно. Наверное, каждый пациент, ну, кроме уж совсем продвинутых в медицине, задает вопрос, не заработают ли у меня почки после того, как я вот какое-то время прохожу процедуру гемодиализа. Так, безусловно. Не только на процедуре, а даже сразу, то есть, давайте я полечусь, и будет все хорошо. Ну, к сожалению, процесс необратимый. Такое невозможно. Не заработают. Ну, и в завершении программы все-таки давайте дадим какие-то советы. А как, ну, вот если человек не замечает, что процесс пошел, поскольку почка не болит, то как мне просмотреть и вообще, что сделать для того, чтобы не попасть ни на гемодиализм, ни на трансплантацию? Есть ли какие-то методы профилактики? Ну, самое лучшее лечение – это профилактика. Даже если человек здоров, считает, что абсолютно здоров, соответственно, хотя бы раз в год нужно сдавать анализ мочи, анализ крови, измерять артериальное давление и уровень сахара. Наверное, да, тот самый необходимый минимум, который нужно делать, вот все эти программы диспансеризации, которые работают, они не зря придуманы и не зря запущены, в общем-то, и здесь даже если нет по какой-то возможности пройти полноценную диспансеризацию, но вот тот минимум, проконсультировавшись с участковым врачом, можно как раз вот сделать из того, что Владимир перечислил. — Главное, что за собой необходимо следить, контролировать, прислушиваться к себе, наконец. И если что-то беспокоит, то обязательно надо звонить доктору. — То есть каких-то, в общем, специфических или секретных секретов здесь никаких нет, да? Все как обычно. Спасибо, что вы пришли к нам в студию, знаю, что у вас был напряженный рабочий день, и завтра предстоит такой же. Нашим зрителям желаем, конечно же, здоровья, и увидимся с вами ровно через неделю. До свидания. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова